Все это зеленое цветущее богатство, которое сейчас загружает в служебную машину дома престарелых, большой дар интернату от Натальи Яворской, у которой настолько добрая и широкая душа, что спасенные ею цветы уже не помещаются ни в комнате, ни на подоконниках в подъезде. Постоянно нижние люди выбрасывают, я работаю, там найду, там найду, там и вот сажаю. То есть у вас прям тут как питомник для цветов получается квартира? Да, мы же коммуналка, у нас же комната маленькая, они и пылятся, и поливать надо, и воздух-то они больше упитывают потом. В акции «Цветочное настроение от сердца к сердцу» с удовольствием участвовали и сотрудники различных организаций. К примеру, березняковские поэты также передали цветущий дар в дом-интернат. Об акции узнали из газеты, собрали, оценили объем, спустили и поняли. А не жалко то, что тут меньше станет цветов? Нет, цветы такое дело имеют свойство размножаться. Спасибо вам большое. Благодаря акции около 150 растений нашли себе новый дом. Сейчас все цветущие питомцы временно собраны в центральном фойе. Маленькие и средние растения вскоре переедут жить в комнаты постояльцев. При этом каждое растение получит свое имя, рассказал нам руководитель дома престарелых Олег Колпаков. Эти цветы будут для жителей интерната настоящими питомцами, так как завести кошечку или собачку у них нет возможности. Сотрудников интерната поразило то, с каким удовольствием березняковцы участвовали в этой акции. Огромное спасибо, хочется сказать, городскому совету ветеранов, потому что они кинули клич среди других советов ветеранов промышленных предприятий. Ну и вот такое маленькое вкрапление, вот это все подарки было, когда приехали представители налоговой инспекции, их 4 или 5 человек и привезли. Я еще спрашиваю, это какое-то предприятие или еще что-то. Нет, мы налоговое. Ну, ребята, я вообще просто искренне был удивлен, что они во время своего обеденного перерыва собрали цветы, приехали, мы тут пофотографировались. Ну, правда, приятно. Цветочная акция получила в городе огромный отклик. Это говорит о том, что люди не только понимают и пытаются помочь проживающим дома престарелых, но и искренне сопереживают жителям этого учреждения. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев, Никита Игнатьев. Наши новости. Продолжение следует...